Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня в эфире программы вы услышите замечательное учение на тему ложные пророчества. Мы находимся в Кедронской долине, позади меня находится замечательный пейзаж. Взгляните на верблюдов. Один из них повернул морду и жевал, стоя так, будто специально позировал на камеру. Оба верблюда смотрят на нас. Дамы и господа, не обращайте внимания на верблюдов, а заострите его на моих славах. Пара животных и оливковые деревья позади — это лишь часть Кедронской долины. Теперь давайте рассмотрим весьма существенный вопрос. Много лет назад люди начали толковать о пророческих проявлениях. Мы имели дело с двумя уровнями. Первый — это пророческое откровение. Второй — это пророческая догадка. Такое откровение мы получаем из Священной Библии и соотносим с событием, после чего видим, да, это слово от Бога, оно сбылось. А вот примечательная иллюстрация. 37 глава Иезекииля. Долина сухих костей. «Израиль встает из небытия, реформирует нацию и приходит великая армия». Это слово о Холокосте и возрождении страны после трагедии. Второй пример — это 15 мая 48-го года, когда вышла официальная декларация о возрождении страны. Это было прямое исполнение слова. «Страна возникнет за один день, и Сион, едва начал мучаться родами, родил своих сынов. В адрес этих библейских отрывков не прозвучали неверные гипотезы и догадки. Это откровение». Итак, помимо откровений, также существуют догадки. Они рождаются из интернет-историй и статей, бытующих во всемирной паутине. Люди вещают о фантастических вещах, принимая за чистую монету, потом истории постепенно распространяются, и вот уже миллионы повторяют события и происшествия, которые считают фактами. Убедить людей в лживости таких вестей невозможно, ведь обман разлетается быстро. Одна из ловушек в области библейского предсказания, которым я занимаюсь много лет, помогая многим служениям, это прогнозы, основанные всего лишь на гипотезах, на умозрительных доводах. Я помню, как в момент подписания соглашения в Осло тут же начали семафорить. Это же исполнение Даниила 9 главы, и все мы находимся в преддверии века скорби. Я предупредил, это выдумка, пояснив из книги Даниила о семилетнем соглашении не только с Израилем, но и со множеством государств. Соглашение Осло 7 лет неупомянуто. Все отвердили мне, «Пэри, ты не прав», и понял, все неверно, но я был прав, потому что опирался на Библию. Могу привести еще примеры о спекуляциях. В 70-х годах произошел случай с президентом Египта Саддатом, подписавшим мирное соглашение с государством Израиля. Вышли целые сочинения на тему, Саддат подписал мирное соглашение с Израилем. Саддата сравнивали с южным царем из книги Даниила, все той же 9 главы. «Анвар Саддат — это антихрист», — говорили они. В 80-м году я уехал в Вирджинию и говорил о мирном соглашении и является ли Анвар Саддат антихристом. Через несколько недель Анвара Саддата застрелили. Потом кто-то бросил, «Президент Саддат воскреснет. Не пытайся узнать имя Антихриста по числу 666, выводимому из букв имени подозреваемого». Итак, люди отправляли мне письма с именами Билла Клинтона, Барака Обамы или Дональда Трампа и пытались на основе их инициалов вычислить то, что эти люди являются антихристами. О, вот Бог показал мне, что он антихрист. Число зверя раскрыто в Новом Завете, это число 3 шестерки. Оно написано на греческом языке, почему и нельзя применять английский или иной алфавит для обнаружения имени. Так люди попадали пальцем в небо, и каждого политического вождя они считали антихристом. Ты не узнаешь антихриста, пытаясь сосчитать 3 шестерки по буквам имен. Многие имена дают это число в сумме. В начале служения молодому Пэристоуну пришлось усвоить трудный урок, стараясь и читать Священное Писание внимательно. Только при этом условии, когда происходит то или иное событие, ты на основе Писания, на основании безошибочной Библии, объясняешь события верующим собратьям верно. А вот что случилось со мной несколько лет назад. Мне довелось получить посылку с очень старой книгой об Адольфе Гитлере. Писатель считал его антихристом. Примечательным, что книга вышла в свет почти 80 лет назад, в 40-х годах 20-го столетия, когда начался Холокост. Посчитали бы мы Гитлера антихристом, если бы нам с вами довелось жить в 40-е годы 20-го века? Сейчас мы пройдемся по конспекту и покажем вам ряд старых фотоснимков. Вспомним войну между тремя идеологиями коммунизмом, капитализмом и фашизмом. Итак, в 1933 году Гитлера избрали канцлером Германии. 7 лет новый канцлер посвятил восстановлению государства и строительству Третьего Рейха. Гитлер стал союзником итальянского премьер-министра Муссолини. Они начали совместное наступление на коммунизм. Муссолини вторгся в Эфиопию в 1935 году, и это впечатлило Адольфа Гитлера. В 9 главе книги Даниила сказано, что антихрист вторгнется в Египет, Ливию и Эфиопию. Поэтому прогнозисты стали указывать на Муссолини. Бенито Муссолини был итальянцем, поэтому они связали идолопоклонство страны с тем, что он, возможно, и есть тот самый лже-пророк из Библии. В 1939 году Гитлер и Муссолини подписали стальной пакт, и некоторые истолковали это как исполнение слов о смеси железа и глины из 2 главы Даниила. В апреле 1945 года Муссолини и его любовницу казнили. Чуть позже Гитлер с женой покончили самоубийством. Заметьте один немаловажный нюанс. В 1987 году автор книги произнес следующее. «Зверь может принять иной вид, у него могут быть смешные усы». Фразу цитировали в других книгах, как довод в пользу теории Гитлер-антихрист. Поговорим о семи особенностях, из-за которых христиане 30-х и 40-х годов были склонны считать Гитлера антихристом. Было два диктатора, Гитлер и Муссолини. А в книге Откровения говорится об антихристе и лже-пророке. В Откровении сказано о печати зверя. По-английски «печать» — это «марк». Немецкая валюта носит схожее название «марка». И в Откровении сказано, что антихрист и его сторонники будут преследовать и уничтожать евреев. Адольф Гитлер стал инициатором Холокоста и уничтожил 6 миллионов евреев. Также у антихриста будет эмблема или печать, поэтому люди заговорили о свастике на нарукавной повязке Адольфа Гитлера о римском приветствии фюрера, о номерах евреев, оказавшихся в концентрационных лагерях. Так тогда мыслили люди. С 1939 по 1945 год был Холокост, и его истолковали как «семь лет великой скорби». В Ветхом Завете есть слова о скорби Иакова. Еще Писание говорит о чудесах антихриста. Самым большим талантом Гитлера были убедительные речи. Даниил говорит, что антихрист пройдет по всему миру и подомнет под себя все народы. Армия Адольфа Гитлера оккупировала Европу и захватила страны и города. Повторимся. О том, что Муссолини оккупировал Северную Африку, и люди считали, что 11 глава Даниила говорит о вторжении Бенита Муссолини в Эфиопию, Ливию и Египет. И вот, что сделал Муссолини. Хочу кое-что объяснить. Ложные толкования предсказаний, в том числе и о евреях, бытовали не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки. Мы отказались от золотого стандарта, что привело к трудностям. Если у человека находили золото, то его арестовывали. Президент Рузвельт, переизбранный на четвертый срок, внедрил систему социального обеспечения, за что ему большое спасибо. В те дни каждому выдавали номер. Знатоки библейских предсказаний перепугались, считая, что номер системы соцобеспечения приведет Америку к печати зверя. Если бы нам выпало жить в 40-е годы, то нашими современниками были бы те, кто верил, что Адольф Гитлер являлся антихристом. Гитлер наложил на себя руки. Третий рейх пал, пришли союзники и поделили Германию. Евреи образовали свое государство. Фюрер и Рейх были наглядным примером грядущего антихриста и того, что произойдет в будущем. Но сам Гитлер не был антихристом, описанным в книге Откровения, а лишь его правдоподобным прообразом. Возможно, это был анонс событий конца времена, потому что Господь Бог множество раз организовывал своему избранному народу предварительный показ последующих событий. Драгоценный телезритель. Напоминаю, что мы говорим о неверно истолкованных предсказаниях. И вот вам пример этого лжепророчества. Я начал служить в 77-м году, и уже тогда старался тщательно исследовать библейские предсказания. Итак, когда я впервые посетил Израиль, я еще больше стал увлекаться предсказаниями. Кстати, совсем недавно сильное землетрясение поколебало Елеонскую гору. Это событие отлично сочетается со словами Захарии из 14-й главы «Расколи горы», а именно «Раскол горы» ознаменует второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, вот второй факт, о котором я узнал в Израиле в 80-е годы. Следующий факт посвящен птицам, хищным птицам из Священной Библии — орлам, грифам и ястребам. Многие из них обитают в районе Голландских высот, где состоится сражение Гога и Магога, и Библия говорит, хищные птицы пожрут плоть царей и военачальников, которые погибнут в этой космической битве. Там будут грифы. Мертвое море высыхает, образуя два моря. Это перекликается с 47-й главой книги Иезекииля. Часть моря будет соленой, и воды исцелятся, а вторая не исцелится, но будет оставлена для соли. Это происходит с Мертвым морем. 35-я глава Исаии. Пустыня расцветет, как нарцисс. Это пустыня Арава, безлюдная местность на южной территории Израиля, простирающаяся от Мертвого моря до залива Акаба. Евреи нашли там воду и орошают растения. Написано, «Израиль расцветет и принесет плод миру», и это происходит. Это не выдумки, а настоящее исполнение Святого Писания. А теперь предлагаю вернуться к началу сегодняшней проповеди. Это забавно. Когда я начал проповедовать в 70-х, пророки той эпохи предупреждали на каждом углу. Скоро наступит время, когда все планеты выстроятся в одну линию, и из-за чрезмерной гравитации всей нашей Земле наступит конец. Народ перепугался, но планета не развалилась. В 89-м году кто-то стал объявлять, Иисус вернется в этом году. Встав за кафедру, я пояснил, почему Спаситель и Господь не придет в 89-м году. Библия говорит, что никто не знает ни дня, ни часа явления Сына Человеческого. И лучше верить Писанию, чем выдумкам. Прошел 88-й год, наступил следующий, прошло 20 лет, а Господь еще не вернулся. 91-й год, война в Персидском заливе, о которой журналисты трубили. Это битва при Армагеддоне. И президент Джордж Буш ведет нас туда. Ошибка, промах. Армагеддон не в Кувейте, не в Саудовской Аравии, не в Ираке, а в Израиле. Хотя Ирак нанес по стране удар ракетами, Израиль не воевал во время бури в пустыне. Это еще пример таких спекуляций. 20 лет назад люди начали запасаться бобами и рисом, устраивать убежище и считали, что скоро наступит развал банковской системы и крах автомобильной промышленности. Но ничего из этого не исполнилось, а все маленькие трудности были устранены. Людям вешали лапшу на уши, чтобы продать свежие компьютерные системы. Возможно, это и было так. Думали, что Бен Ладен, устроивший трагедию во всемирном торговом центре, антихрист, но он мертв. Во время войны между Ираном и Ираком думали, что Саддам Хусейн антихрист, изучали его штаб-квартиру и считали прообразом антихриста или самим антихристом, но вот его казнили. Дамы и господа, предостерегаю вас против неразумных домыслов о том, что может произойти, и призываю все сверять с Писанием, проводить исследования Библии, чтобы понять правду. А сейчас возлюбленные библейские следопыты, поговорим на еще одну важную и значительную тему. Запишите следующие отрывки из Евангелия от Матфея 24-й главы, 2-го послания Фессалоникийца и из Откровения 11-й главы. В эпоху скорби в Иерусалиме возведут храм, но мы не обсуждаем время, обстоятельства, способы и методы строительства святилища. Расскажу лишь один эпизод. Это по-библейски. Это Новый Завет, это не духовная метафора и не аллегория. И все это сбудется на глазах у людей. До меня давно дошел слух, и те из вас, кто двигается в этом пророческом даре, тоже знают о нем. В Индиане есть каменоломня, откуда вывозят блоки для строительства храма в Иерусалиме. Звучит восхитительно и впечатляет, но проблема в том, что это заблуждение и ложь. Предлагаю посмотреть на задний план. За моей спиной масса известняка в стене. Столица построена из известняка. Я собрал сведения о каменоломнях в стране. Каменоломня Соломона под северной стеной Старого Иерусалима является частью пещеры Седокия. Отсюда брали камни для строительства храма в древности. Длина туннеля 20 километров. Итак, у владыки Соломона было 80 тысяч каменотесов. И это было за 2000 лет до Рождества Иисуса Христа. Каменоломню можно увидеть, если доберетесь до тоннеля Западной Стены. Соломон умер, и работа каменотесов по постройке стен города остановилась. А теперь прошу послушать внимательно. Итак, согласно свежей статистике, в 2000 году 650 компаний большая часть которых находилась в Израиле использовала местные известняковые камни из карьеров для постройки жилых домов и служебных сооружений на западном берегу реки Иордан. Да и вообще по всему государству Израиля. Большинство известняковых блоков добывают из местных карьеров страны. Известняк бывает белым или желтым. Отсюда вывод «В Иерусалиме достаточно камня для строительства храма любых размеров и масштабов». Зачем же добывать камни в Индиане и переправлять их в Израиль, разгружать суден и оплачивать таможенную пошлину, когда куда дешевле откалывать их здесь? Ребята, необходимо использовать разум и логику. Перейдем к очередному слуху об исполнении слов и сейчас кто-то очень сильно разочаруется. Очень давно появилась группа верующих, которая ввела в заблуждение многих представителей Божьего народа. Ирак печатает новую валюту. Иракский динар. Если купите иракские динары, мы гарантируем, однажды вы получите три доллара за каждый свой динар. Американские мошенники сеяли невылицы направо и налево. Десять лет спустя были те, кто хранил в шкафу коробки с абсолютно бесполезными динарами. Теперь превратитесь в слух. Часть христиан излишне доверчивы и хотят получить прибыль слишком быстро. Тресты, распространявшие ложь, лопнули. Так как же отличать ложные предсказания? Если подойдет местный житель, попросит тысячу долларов, даст взамен местную валюту и пообещает, что через какое-то время я смогу обменять эту валюту уже на 10 тысяч баксов, минуту, включаем логику, почему он предлагает мне обменять доллары на свою валюту, если сам мог бы обогатиться. Привет, вы слышите? Люди подхватывают слухи, сплетни, тук-тук, есть кто дома? Разные утки и клюквы из интернета, которые нередко становятся источником сфабрикованных материалов. Необходимо уяснить. Порой некие люди публикуют то, что Пэри Стоун не говорил и чему вообще не учил. Пэри верит, что наступила скорбь. Я в это не верю. Почему ты обманываешь? Спору нет, я проповедую о скорбе, ведь она однажды наступит. Не забудьте, в ближайшем будущем произойдет ряд событий. Это не фантазия вымысла, а исполнение библейских слов. Сбудется один стих, в иных случаях два-три стиха сразу, и следуйте это. Явленную истину отрицать невозможно. Вот как нужно вести себя служителем и проповедником слова. Не следует гоняться за сенсациями, верить в выдумки, подгонять Библию под ложь и пытаться сделать Писание захватывающим, приклеивая к нему домыслы и небылицы. Вот первый пункт для тех, кто изучает Библию. Сверяй с Писанием то, чему собираешься учить. Во-вторых, братья, ваше учение о библейском предсказании должно быть герменофтически выверенным. В-третьих, не читайте желтые издания, трубящие, что их статьи есть исполнение слов Библии. Сверяйте все с Библией и не ссорьтесь с людьми из-за разногласий о толкованиях времени, восхищения тела Христа. Говори истину, а люди выберут верить или нет. Телезрители, прекратите брониться, кричать, препираться и спорить о толковании пророческих событий. Следуйте Библию. У меня большой конспект, я прошел лишь две страницы, смотрите нас через неделю. Послушайте предложение, купите книгу, и это поможет мне продолжить вещание. Посмотрите его и наши новые объявления о служении. Скоро увидимся. Всем привет из моего офиса Международной Библейской Школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении 10 лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писания. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги Бытие есть статьи, и Иерусалим как центр Эдемского сада. Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был Мелхиседек? Когда мы написали комментарии книги Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это, что я предлагаю сейчас вам сделать. Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей Маннафест успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов комментариев к Библии в переводе Короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии Пэристоуна». Потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране, стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее странице. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. «Спасибо за отзывы о труде, комментарии на Ветхий Завет. Люди пишут, что это глубокий кладезь знаний. Люди говорят, что они узнали из него больше, чем за все время пребывания в воскресной школе. Спасибо. Торопитесь, количество экземпляров ограничено. Итак, 30 августа я приеду в христианский центр Голгофа Орманд-Бич, Флорида, только на одно собрание. Весь день 1 сентября я буду проповедовать в общине Место Исцеления. Будьте в Бетон-Руш в Месте Исцеления. А еще я скоро приеду в Пятидесятническую Церковь Красная Земля Эдванс Северная Каролина 6 по 8 сентября. Пожалуйста, посетите города, где я еще не служил. Присоединяйтесь к нам. График поездок на сайте, который сейчас на экране. Итак, дорогие друзья, за моей спиной стоят баннеры иллюстрации, изготовленные для учения по книге Откровения в Международной Школе Слова. Дорогие, обратите внимание, на баннере иллюстрации изображены следующие объекты. Извержение вулкана, потемневшая звезда по имени Солнце и Луна Цвета Крови. Старожилы передачи помнят, что два года подряд на Песах и праздник шалашей, на небосводе появлялась Луна, названная Равинами Кровавой. Это был знак о начале периода космических знамений, упомянутых в Библии. А конкретно в 24-й главе Евангелия от Матфея. Недавно в Тихоокеанском регионе произошло пробуждение вулканов, получившее название Огненное кольцо. За справками откройте интернет, и вы узнаете подробности. 400 вулканов региона. Библия говорит, Солнце превратится во тьму и Луна в кровь. И к тому же были столбы курения дыма. Уже долгое время огонь и дым объясняют, как извержение вулкана. В регионах, где есть вулканы, происходит землетрясение, и вулканы просыпаются. Друзья, если вы видите пять, а то и шесть извержений в регионе Огненного кольца, значит, мы живем в последнее время. В соответствии со всеми моими учениями, на которые я потратил 170 тысяч часов изучения, и сейчас я не хвастаюсь, но делаю вывод. Сейчас не скорбь. Нет ни одного признака прихода скорби. Сейчас признаки родовых мук. Поэтому сверяйте все со словом Господа Бога. Уделите время для ознакомления с нашими интернет-материалами о пророчествах и учите грешников о будущем. Я надеюсь, Божья истина коснется их. До встречи. Я Пэри Стоун. Приезжайте в международный христианский лагерь, который продлится с 1 по 5 октября. Будут выступать Рон Карпентер, Томми Бейтс и Джон Килл Патрик. Линдл Кули поведет нас в хвале. Семейство Крэп откроет вечер вторника, а ансамбль Новая река осенний фестиваль. Для бесплатной регистрации зайдите на наш чудесный сайт. Приезжайте и ждите великих дел Божиих на этом чудесном собрании.